коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем особенности маржинальной торговли а конкретно изолированную и кросс маржу плюсы и минусы отличия которые присутствуют на рынке криптовалют и не только перед началом хочу вам порекомендовать записаться на открытый вебинар по проб трейдингу который под состоит 15 октября переходите по ссылке под видео записывайтесь будет интересно маржинальная торговля что это вообще такое маржинальной торговли это торговля с использованием привлеченных средств которые нам дает биржа эти привлеченные средства ограничены всегда обеспечением то есть теми нашими живыми деньгами которые мы храним на счету для тех кто торгует форекс либо начинал с форекс прекрасно знаком с кросс маржой открывая сделки в скажем метатрейдере вы всегда видите финансовый результат по отдельно взятой сделки и видите этот же самый финансовый результат который отражается на общем депозите то есть если мы зашли в какую-то позицию большим объемом не поставили стоп лосс мы рискуем потерять весь депозит с кросс маржой на рынке криптовалют все обстоит аналогичным образом значит особенность наверное самая главная особенность при торговле криптой на абсолютном большинстве площадок торговля под фьючерсы да то самое маржинальной торговли чаще на фьючерсах сопряжена с отдельным счетом то есть есть общая пубышка скажем тогда общий котел отдельно есть спотовый счет который входит в этот котел отдельно есть там фиатный счет отдельно есть фьючерсный счет вот фьючерсный счет это скажем так исходя из общего котла есть как бы его часть да она изолирована от всего депозита но может быть обеспечением по кросс делка я рекомендую использовать именно изолированную маржу на позициях когда мы торгуем состояние скажем так неопределенности некой то есть отдельно взятая сделка с изолированной маржой будет обеспечена только теми средствами которые мы вкладываем конкретно в эту сделку даже если мы не поставим стоп лосс бывают различные технические моменты там позицию открыли интернет пропал стоп лосс не можем установить предложение заглючил телефон завис в общем все что угодно любые факторы которые могут произойти и мы потеряем доступ к терминалу в этот момент могут произойти какие-то события мы получим какое-то движение против себя особенно кто использует там большие плечи 50 плюс на 50 плече даже двух процентов цена не пройдет и ваша позиция будет принудительно закрыта либо еще говорят ликвидирована поэтому когда вы открываете позиции ставьте сразу стоп лосс но разговор не об этом дома изолированная маржа позволяет избежать краха по всему фьючерс ному счету да то есть если мы не поставили стоп лосс цена прошла против нас наша позиция будет ликвидирована только на тот объем который мы закладываем в отдельную конкретно взятую сделку у изолированной маржи есть недостаток скажем если мы получаем какое-то среднесрочное движение и мы не хотим фиксировать по каким-либо причинам и тянем полным объемом позицию то и маржа маржа который мы заложили в эту позицию и доход с этой позиции да то есть та самая бумажная прибыль они как бы лежат отдельно он депозит мы не можем их использовать в других сделках в отличие от кросс маржи то есть для среднесрочной торговли можно пробовать применять кросс маржу чтобы в случае широких каких-то движений можно было добавлять значит у кросс маржи есть свой недостаток это риск потери всего депозита по фьючерсному счету то есть если мы открыли позицию и опять у нас что-то пошло не так произошли какие-то события которые очень сильно повлияли на цену и цена пошла против нас мы рискуем потерять абсолютно весь депозит который выделен на фьючерсную торговлю это пожалуй самый большой недостаток если вы всегда открывая сделку сразу устанавливаете параметр стоп лосса то в принципе изолированная маржа дает более широкие возможности я давайте наверное на примере на примере на примере на примере давайте вот так значит биток когда мы там уходили щупать дано скажем так были неплохие возможности для подбора позиции на средний срок то есть я ожидаю более широкого движения то есть я помимо самого битка рассматриваю позиции на других каких-то монетках по мере движения биток дает остановки в это же самое время другие монетки какие-то альткоины тоже могут давать остановки тем самым формирую какие-то точки входа на продолжение если я использую кросс маржу я могу прибыль с со сделки по биткоину либо там по эфиру аналогичный до вход был эти эта бумажная прибыль может являться обеспечением других сделок которые точно также можно открывать на кросс марже тем самым это своего рода пирамидинг но из по с использованием скажем так альтернативных инструментов для торговли то есть это не обязательно делать на одном инструменте то есть пирамидинг чистом виде это открытие дополнительных позиций по мере движения одного инструмента крипто она позволяет то есть кто-то идет чуть быстрее кто-то чуть медленнее где-то кто-то остановился замешивался волатильный спалом отличная ситуация для подбора например формируются и по мере движения то есть несколько дней скажем здесь мы открыли в понедельник два дня рынок идет в нужную сторону в среду произошла там коррекция либо какая-то остановка и на каком-то другом инструменте формируется точка входа на продолжение движения то есть дальше ланги я могу имея бумажную прибыль открыть дополнительно позиции используя перекрестную маржу либо кросс маржу так как ее еще называют используйте применяйте с умом аккуратненько самое главное всегда стоп лосс если вы используете даже кросс маржу и у вас есть стоп лосс вы все равно рискуете только лишь тем что закладываете в ваш стоп всегда контролируйте риски ограничивайте чтобы не дай бог не слить депозит все всем удачи пока пока